Пресс-конференция, посвященная первым международным студенческим летним играм «Молодость Приморья», прошла в штабе молодежной столицы во Владивостоке. На мероприятии рассказали о деталях предстоящего спортивного события. Этот проект у нас уже четвертый. Вы знаете, что у нас проводились на территории игры «Дети Азии», затем по инициативе губернатора у нас проводили зимние и летние игры «Дети Приморья». И вот сейчас нас ожидают студенческие игры, первые молодежные и летние, которые как раз-таки пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Это делается для того, чтобы мы, как поддерживали наших юных спортсменов сейчас, чтобы мы поддержали нашу молодежь, студентов, которые учатся в высших учебных заведениях. В играх примут участие более 500 спортсменов. С ними приедут порядка 100 тренеров. Также будут задействованы волонтеры. Порядка 250 человек из шести стран. У ребят будет возможность познакомиться со спортсменами, в том числе из других государств. Это уникальная возможность. А когда это еще и на домашней площадке, то это дорогого стоит. Потому что выезжать даже за пределами очень сложно. Ты не выступаешь, где тебя поддерживают. И мне очень бы хотелось как раз обратиться к жителям нашего любимого города Владивостока. Сейчас потратить свою энергию и прийти поддержать спортсменов города Владивостока на всех спортивных площадках. Здорово, что эти соревнования объединят не только всех спортсменов Дальнего Востока, но и спортсменов других стран, которые к нам приедут. Я скажу, что спортсмены Дальнего Восточного федерального университета прошли очень хорошую подготовку к этим соревнованиям. И пожелаю нашим студентам победы во всех дисциплинах на этих соревнованиях. Спасибо. В 12 видах спорта будет разыграно 383 медали. На пресс-конференции продемонстрировали памятную золотую медаль игр, которую получат победители. А также талисман молодости Приморья Леопарда Аякса и символ молодежной столицы в виде чайки. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.